Здравствуйте! Меня зовут Роза Марина Владимировна. Я учитель начальных классов Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения Центр инклюзивного образования города Великий Новгород. Я расскажу о технологии проектной деятельности учащихся начальной школы. Технология проектного обучения наряду с другими образовательными технологиями становятся средством вовлечения учащихся в активную, познавательную, коммуникативную, практическую и другие виды деятельности по решению различных проектов. Проблем. Наш проект социально значимый, исследовательский, групповой. Приступая к работе над проектом, ребята вспоминают последовательность всех пяти этапов. Пяти П. Проблема, проектирование или планирование, поиск информации, продукт, презентация. И так любой проект всегда предполагает решение какой-то проблемы. Проблематизация – это аналитический процесс работы в проблемном поле с целью выделения проблемы или ряда проблем для последующего их рассмотрения и решения. Тема проекта «Мир профессий» не случайная, ведь выбор будущей профессии важен и актуален для учащихся. Ребята мало знают о профессиях, об их востребованности, профессиональная деятельность современного специалиста становится все более технологичной, основанной на достижениях современной науки. В связи с этим и был организован проект, который позволит побольше узнать о профессиях. Прежде чем начнется работа над проектом, ребята должны ответить на ряд вопросов. Так, на первом этапе я использовала прием кубик-блума. На грани кубика написаны начало вопроса. Назови, почему, объясни, предложи, придумай, поделись. Ученик бросает кубик. По той грани, на которую выпал кубик, необходимо сформулировать вопрос по теме «Мир профессий». Если ученики затрудняются в формулировке вопросов, педагог помогает им. На экране представлены примеры предполагаемых вопросов. Назови, для чего создается данный проект. Почему к выбору профессии нужно относиться серьезно. Объясни, чем вызвана необходимость его создания. Предложи конечный вид создаваемого продукта. Придумай загадку о любой профессии. Поделись, почему ты выбрал эту профессию. Следующим этапом проектной деятельности является планирование. Планирование предстоящей проектной деятельности, кроме определения целей и задач, предполагает постановку решения следующих вопросов. Что делать? Какие действия нужно выполнять? Кому делать? Исполнители предстоящей работы. Ради чего делать? Какие потребности и интересы удовлетворяются? Как делать? Каковы методы решения задач? Работая в группах, мозговым штурмом, ребята определили, что конечным продуктом будет игра. Итак, цель обозначена. Организовать и провести игру среди учеников начальных классов. В игре должны быть загадки. Но просто скачивать с интернета загадки о профессиях было неинтересно. И тогда ребята поставили для себя задачу, что сами придумают загадки об известных им профессиях. Возникла необходимость создания определенного алгоритма составления загадок. Здесь ребятам на помощь пришли знания, уже хорошо известные составления синквейна. На экране вы можете увидеть алгоритм, который придумали ребята. Загадки готовы. Нужно лишь выбрать интересную форму для зашифровки загадки. В помощь на карточках были представлены слова. Ревус, картинка, шарада, QR-код. Внимание было для детей приковано к неизвестному слову QR-код. Оно вызвало большой интерес. Появилось желание узнать, как с ним работать. Таким образом, поставлена цель, обозначены задачи для достижения данной цели. Вот что ребятам получилось. Цель подготовить и организовать игру по темным меропрофессии с использованием QR-кодов. Задача составления загадок об известных нам профессиях по специальному алгоритму. Познакомиться с сервисом dkdi.ru Научиться распознавать и создавать QR-коды онлайн. Организовать игру, цель которой при помощи приложений на смартфонах и планшетах шифровать QR-код, отгадать загадку о профессии. Сейчас мы по ссылке с вами пройдем и познакомимся с сервисом dkdi.ru Пройдем по ссылке «Распоздать или создать QR-код онлайн». У нас уже заготовлен текст загадок, который придумали ребята. Скопируем его. Ставим в поле, где написано «Создать QR-код онлайн». Отправить. И вашему вниманию на экранах вы видите сам QR-код. Эти QR-коды можно отсканировать при помощи приложений, которые закачаны на смартфонах или планшетах. Сейчас мы с вами включаем QR-сканер. Сканируем наш QR-код. Итак, на экране можно увидеть текст загадки. Внимательный, добрый, вежливый. Возит, ездит, помогает. Работает с людьми. Одежда разная. Ребята предполагали, что это профессия водителя. Следующим этапом проектной деятельности является продукт. Ранее на втором этапе проектной деятельности ребята определили, что конечным продуктом будет игра. Остается организовать и провести игру среди учеников других классов. Лидеры группы развесили в помещении школы QR-коды. Затем со своими помощниками вышли в классы для того, чтобы познакомить ребят с условиями игры. Помочь заканчать на планшеты и смартфоны приложение QR-сканер, научить работать с этим приложением. Командам в назначенное время нужно было найти в помещении QR-коды, расшифровать, а затем отгадать загадки о профессиях человека. Все ответы сдать в пункт сбора. Игра прошла успешно. Ребята остались довольны. Немаловажное значение играет инфлексия. Отзывы участников команд. По окончанию проекта ребята по кругу высказывались одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана, который был представлен на доске. Сегодня я узнал, было интересно, было трудно, я понял, я научился, я приобрел, теперь я могу, я попробую, меня удивило. Также я использую прием комплимент, комплимент по хвалам, комплимент деловым качествам. Учащиеся оценивают вклад друг друга в проект и благодаря друг другу за выполненный проект. Такое завершение работы дает возможность удовлетворения потребностей в признании личностной значимости каждого. Последним завершающим этапом является презентация. С презентацией ребята выступили на школьной ученической конференции, на межрегиональном конкурсе дистанционных проектов «Я познаю мир». Я считаю, что данная технология очень результативна. Активизируются у младших школьников навыки общения со сверстниками, прививаются навыки сотрудничества с другими людьми, развиваются творческие и коммуникативные способности ребенка, развиваются навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации, развиваются познавательные умения и навыки учащихся. Умение ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно использовать современные средства для обработки информации, применение знаний из различных областей развития критического мышления. Спасибо за внимание. Продолжение следует...